Белгород присоединился к всероссийской экологической акции «Живи лес». Масштабный проект включает закладку новых лесных массивов, заготовку семенного сырья и очистку урочищ от мусора. Сегодня работа кипела в районе Ячнево. Через несколько лет здесь появится великолепная дубовая роща. Михаил Перетокин убедился – общее дело объединяет. Через несколько десятков лет на этом невзрачном и пустом месте будет красоваться зеленая дубрава. Сейчас на территории площадью 5,5 гектаров происходит закладка черешчатого дуба. Особенность этого процесса заключается в том, что в землю помещают не саженцы, а созревшие плоды. Совсем скоро наступит зима. В подобных условиях желудь чувствует себя комфортно. Уже весной можно будет увидеть первые ростки. Сначала подготавливается почва, потом используем меч Колесова. На расстоянии 70 сантиметров мы садим по два желудя, на глубину 5-6 сантиметров. Желудь прорастает. На следующий год уже будут видны побеги. Погода немножко подвела, конечно. Все очень сильно переживали. Но мы собрались с мужеством, взяли с собой хорошее настроение и греемся им во время работы. Об акции «Живи лес» многие узнали благодаря информации на сайте «Активный горожанин». Сегодня в высадке приняли участие 47 человек. Каждому не безразлично, каким будет родной город в будущем. Чтобы в эту рощу приходили отдыхать. Приходили детки, внуки. Мы радовались местам. Дубовая роща, весна, соловьи поют, кукушечка. Сказали, до конца рядка наша территория. А дальше другие волонтеры, наверное, придут. Посадили дубы. Для меня лично, для меня, это был первый опыт в моей жизни посадки дубов. И для себя отметила, что через год хотел бы приехать и посмотреть, что здесь вырастет. Место для посадки было предоставлено Управлением лесного и охотничьего хозяйства по Белгородской области. Всего за период акции «Живи лес» здесь будет высажено свыше 140 килограммов желудя. Примечательно, что всероссийская акция «Живи лес» проводится в рамках года добровольца. Она продлится до 31 октября. Михаил Перетокин, Кристина Страхова, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.